Это нету! Убейте меня! Убейте! Критикуйте! Но нету квартета! Всё, можно, Нагима Хабдуловна? Можно! Я не согласен с Нагимой Хабдуловной. Во-первых, потому что мы не грузинский квартет, а современный казахский квартет. Вот. И мы не должны всё время петь на четыре голоса. Вы это демонстрируете моментами, и этого вполне достаточно, чтобы людям понимать, что вы это можете делать. Во-вторых, если у Нагимы Хабдуловны несколько раз были группы, наверняка Нагима понимает, что группам сложнее всех, потому что нужно постоянно... Мне было легко, а мне было легко. Потому что ваши группы, наверное, так и не умели танцевать, как мои девочки. Вот. Потому что у нас, в принципе, мои группы, и это единственные ребята на проекте, которые танцуют. И умеют и танцевать, и петь, и показывать шоу, а не просто стоять и красиво петь. Так они всё время танцуют. Они танцуют всё время. Так пусть танцуют. Они это делают, потому что они умеют это делать, а остальные не умеют. Нужно идти в ногу со временем, и артист должен быть универсальным. Он не только должен стоять и уметь петь. Миллионы талантливых певцов сидят дома или поют по кабакам. И они никому не нужны, потому что на сцене нужны артисты. И сейчас, сегодня на сцене я вижу артисток, пусть начинающих, пусть пока ещё не совсем уверенных в себе. Но я обещаю и вам, и всем телезрителям, что я сделаю из вас настоящий... Да ты завтра улетаешь уже домой. Улечу, есть зум, есть скайп. Я буду созваниваться и подсказывать девчонкам всегда, и девочки, наверное, уже это поняли, что я открытый, я всегда приду к вам на помощь. Хорошо, курьер. Я уверен, что у вас большое светлое будущее. Да, группа M-Band распалась. Шесть лет мы просуществовали. Шесть лет этого достаточно, чтобы заработать вам на всю оставшуюся жизнь. Поэтому, девчонки, никого не слушайте. Вы молодцы, вы сегодня приехали. И завтра замуж все выйдут, замуж. Понимаешь? Пусть выйдут, зато выйдут удачно. И 9 месяцев будут вот так ходить, понимаешь? Удачно. Дорогие телезрители, это 12-й раундовый бой. Первый раунд закончен. Брэк. Спасибо, господа судьи.